Просто мы видим, здесь даже не щебенка, тут строительный мусор, кирпичи, на что у жителей денег хватает, тем и засыпает. Огромные ямы на улицах Власики – привычное дело. На улице Партизанская асфальта не было лет 40. Подвеска разрушается, мы возьмем любого. Вот она стоит, здесь подвеска отсутствует, вон автомобиль, подвеска отсутствует. Почему? Да потому что здесь ездить невозможно. Мы ездим на машинах, мы платим транспортные налоги, мы платим все, а ездим мы не по дорогам, мы ездим по направлениям. Шаховская, Зеленая, Петербургская. Убитые улицы Власики можно перечислять долго, а единственное – одетая в асфальт, по словам жителей Мамонтово, которые недалеко от администрации. Здесь отсутствует твердое покрытие, как мы видим. Вон асфальт от администрации доходит, а здесь его просто отсутствие дороги. И каждую весну, осень, зиму здесь невозможно ни пройти, ни проехать. У нас есть решение прокуратуры о том, что администрация обязана ремонтировать дороги, чистить дороги, гридировать дороги. Ну, пока результатов нет. То есть по факту ничего этого? Да. Даже нашу улицу не включили в техническое задание. В администрации индустриального района письменно пояснили, что дорожники во Власихе появляются. Два года назад частично отремонтировали некоторые улицы. В прошлом – улицу Мамонтово. Но, видимо, недостаточно. Сейчас в рамках гарантийных обязательств подрядной организации индустрии выполняется ремонт улицы Мамонтово. Кстати, весной разбитые дороги угрожают не только автомобилям, а жизни и здоровью людей. В поселке нет водоотводов, и жители тонут на дорогах. В прошлом году была зима снежная, и снег начал таять. Дороги-то у нас не чистятся в основном. Снег начал таять, и вот я пошла за ребенком в садик пешком и провалилась прям по пояс. Вот так и живут в Барнаульском пригороде. И когда дойдет очередь до улиц, которые не ведут к администрации, люди не знают. Наверное, единственный выход во всей этой истории – продолжать самим залечивать дорожные раны. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком.